Купила сегодня арбоз, дыню жёлтую, дыню зелёную. Это Lidl, мы были в Lidl, и там вот эти все три по 2 евро 65 сантиметров. Но дешевле просто уже не бывает. Так, я вам покажу потом цены немножко, сколько Lidl очень подорожал, девочки. Мы были ещё, мы ездили в Кокерон, я вам снимала, да, вот мы купили вино. Смотрите, как у меня это, тыковки классные. Вот это вот 2 коробки по 5 литров. Это розовые, фруктовые, раньше было очень хорошее, мы в том году вообще точно не ездили туда. Хотя есть такая же кава, то есть по 2 чек в Lormoran, я там покупала. И вот такую вот трёхлитровую коробочку Pinot Noir. Это стоит 13 с чем-то евро, и каждая вот из этих коробок стоит по 5 литров, по 14 с чем-то евро, ну, около 15. Это дороже, если бы мы взяли одну коробку 10 литров, у нас же праздник. Мы же будем с девчонками, с детьями праздновать. И мы специально взяли девочки 2 раза по 5, чтобы не открывать коробку, потому что как только коробку открыл, то нужно вино быстро выпивать, иначе оно закиснет. И то мы его переливаем в стеклянные бутылки и храним в холодильнике. У меня работает, конечно, море, стоят мои помидоры. Я вчера вот этот соус сделала, остальные что собрали, я вам показывала. Мы поставили в это, как его, я поставила в холодильник немножко, потому что очень жарко. И сейчас, девочки, я вам покажу, что мы сегодня купили, какие мы сделали курсы, что мы там закупили. Дело в том, что в субботу вроде бы будет дождь, постараемся отметить все в воскресенье. Нам осталось купить только сосиски и, как его, фриты. Я не стала брать фриты в Лиддере, потому что, ну, я не знаю, что за производство, там может быть масло плохое. Короче, надо ехать в фикар, в магазин замороженных продуктов. И сосиски мы будем брать на рынке у арабов, они у них вкусные. Так, дальше. Ну, вот посмотрите, вот так вот я выложила продукты, которые мы купили, все, что на заморозку. Я купила сегодня палендрицу за 10 евро, два кусочка таких неплохих. И я купила 650 граммов красной рыбы, ну, суммонную, я не знаю, форель, что ли. Тоже 9,90 я заплатила. Это немножко дешевле, чем в обычных супермаркетах. Но я хочу вам сказать, что вот этот магазин Лиддл, он раньше был намного дешевле других. И мы туда ездили чисто, чтобы затовариваться вот такими вот всякими там оливочками, там, турецким горохом и так далее. Ну, вот сегодня мы взяли не так уж и много, как обычно, и заплатили мы 166 евро, несмотря, что Лиддл считается одним из дешевых магазинов. Ну, девочки, я не знаю, смогу ли я вам прям все рассказать цены, потому что, ну, очень трудно, посмотрите, какой этот 71 у меня артикль мы купили. И не так-то просто мне сейчас найти, сейчас найду все, начну искать, мы просто не разберемся за час. Ну, вот чипсы у нас тут такие, вот смотрите, евро 0,3,93 сантима, это мы взяли натуральные чипсы. Вот эти вот марисовские булочки стоят не больше евро. А чеснок, ага, чеснок, это который у меня будет сухой, он будет по 50 сантимов, а так, девочки, видите, по группам не разбит чек, и будет трудно. 2,29 вот этот чесночок, и вот эти вот два огурца по 99 сантимов каждый. Дальше у меня, я взяла вот такую вот коробочку из трех коробок сливок, оно стоит, по-моему, 2,29. Нормально, это сливки жирные. Несмотря на то, что сливки, они все хранятся без холодильника, я все равно их держу в холодильнике, и очень, очень жарко. Вот видите, я их подберу, они у меня разные жирности, то 18%, то 12% вот здесь процентов. Вот эти вот 30%, которые я сегодня купила. Вот у меня кокосовые сливки, молоко кокосовое вот здесь вот еще лежит, неиспользованные. Вот эти сливки, я не знаю, сколько процентов, ну, короче, в холодильнике полностью забиты. Но здесь много воды всякой, знаете, там, и вода, и кока-кола, и всякие швепсы. Ну, что-то молоко я уже начала хранить в холодильнике, зачем-то, не понимаю. А так, вот здесь вот, девочки, у нас яблоки. Яблоко у нас, девчонки, здесь целых 3 килограмма, это гола. Вкуснейшие яблоки прованские, и стоят они 2,99. Вот это вообще дешак по сравнению с другими магазинами, и причем в таких вот пакетах у нас по 2,5 на больших, в больших магазинах, и они стоят, ну, приблизительно столько же. Потом я взяла вот таких молодых 2 упаковочки морковки. Девочки, не могу найти в чеке, сколько они стоят. Ну, наверное, около 99 сантимов. Там такие цены, вот любят они такие цены. 99 сантимов стоит вот полкилограмма лимончиков. Вот, дальше я купила молодежи, вот, зитья наши пьют на аперитив пиво. Вот, и я не знаю, что это за пиво, девочки. Какой-то на старинном, по старинному образце рецепту стоит, там, по-моему, 2,95. 6 бутылочек здесь, сейчас я это разорву. Все эти портунки поставлю, это все в холодильник. Посмотрите, какую я купила красоту. Вот таких 2 перчика, я не знаю, какие они, очень горькие, не очень горькие, я попробую. И, ну, вообще, я их купила, они были 2 последних, кстати, девочка, с ведерком причем. Они были уценены, продавали каждое ведерочко с этими перчиками по 2,50. А так они стоили 5 евро. Ну, в магазине, чтобы вам так было понятно, у нас одно вот такое вот ведерко 2,50 стоит. Вот, поэтому я взяла красный, потом, смотри, желтый стоит сзади. Взял и желтый себе. Вот, дальше. Смотрите, я купила вот такой вот алоэ фреш для умывания гель ботанический 95% натуральных продуктов. Умывание кожи, это гель такой, вот он на 30% был сброшен за 2,09 евро. И я купила больше для мужа, потому что он у меня тоже умывается гелями, а у него вот есть такой гель, мы девчонке дарили для мужчин, там целую такую, ну, такую, как там, сумочку. И у него там заканчивается. Поэтому, надо посмотреть, что там внутри. И потом, если уж очень хороший, может, и я буду умываться, но у меня кожа потоньше моего мужа. Ну, девочки, это хорошие продукты, и я не думаю, что они там совсем какие-то, они веганские причем, поэтому, ну, вот такой. Так, дальше, девочки, смотрите, написано, сода пищевая универсальная, то есть можно чистить от налета всякого, зубки можно почистить. Ну, 95 сантиметров стоит 400 граммов, девочки, я взяла, потому что, ну, у нас это в магазинах, которые там в баночках, вот я вам показывала, ну, подороже стоит там 2 с чем-то, поэтому, ну, это ж не пропадает, пускай стоит. Тем более, я тут маски собираюсь, соли делать. Дальше, девочки, Кока-Кола. Это тоже я сейчас разорву пакетик, все это поставлю сейчас в холодильник, чтобы было прохладно. Стоит она, по-моему, 2,49, как обычно в любом магазине, то есть здесь цена одинаковая. Обычная, никакая там не это, не ноль, ничего, обычная Кока-Кола. Дальше я взяла больше из-за бутылки, у нас есть уже такие две бутылки, только поменьше, 0,75, а здесь полтора литра бутылка, кианцы итальянский. У них, кстати, неплохой был представлен район итальянских продуктов. Вы знаете, после этого коронавируса, вообще у нас во всех магазинах представлен очень хорошо итальянский, как бы, отдел, и в Жан-Казино, и в Карфуре, везде. И вот я посмотрела, это действительно итальянское вино, написано, сделано в Италии, 2018 год, сейчас уже девочка 6, 99, полтора литра. Это вообще недорого. Мой муж не хотел брать, такой, он не очень любит итальянские вины, но вот за такую бутылку в той же Италии мы даже еще и дороже заплатили. А так и бутылочку сохраним для гостей. Мы в которой маленькие, когда праздник и делаем, мы тоже те поменьше бутылки сохранили. Потом попробую, расскажу вам. Вот, и это, может быть, откроем как раз-таки на праздник, а может, Мария свое будет борду открывать, там же у него зятья, там особенно один. Такие, знаете, такие вина, скажем так. Так, дальше я купила, но так как я в прошлый раз не купила себе подсолнечное масло, девочки, масло это стоит 1 евро и 9 сантимов, вообще копейки, но я посмотрела состав, здесь написано в составе 100% подсолнечная масса, то есть нет никаких абсолютно добавок, поэтому я его посмотрю, какое оно с запахом без запаха, и надеюсь, что оно без запаха, потому что с запахом-то у меня есть уже биологическое. Вот, это я купила в винном подвале, я там постоянно покупаю масло из косточек винограда, стоит оно 4,50, вот, и выдавлено оно именно вот с косточек винограда, которые растут, принадлежат этому подвальчику, поэтому я с удовольствием всегда его беру там. Так, дальше, девочки, я купила себе, так как я сейчас подсела на куркуму, то есть я ее пью с чайным грибом, мне очень нравится, и мне кажется, она даже такой какой-то очищающий эффект дает. Дальше я начала чистить ей зубы, вот, и Марису предложила попробовать, реально отбеливает девочке зубы, куркума, пробуйте, вот, вам понравится, и особенно для тех, у кого есть проблемы с деснами, вот, то есть, ну, прекрасно себя утром просыпаешься, прям рот какой-то чистый весь. Вот, дальше я купила, вот, по 50, а не по 55 сантимов, вот этот молотый чеснок, дешевле уже не бывает, я его постоянно там покупаю, когда мы бываем, вот, я две бутылочки себе купила. Дальше. Я купила себе, посмотрите, масло увидела в последнюю, ну, правда, это поджаренные семечки, органовое масло. Я даже, девочки, не знаю, я погуглю, 3 евро 8 сантимов стоит, я погуглю, посмотрю, можно ли его употреблять для лица, но в любом случае, буду тогда употреблять, употреблять для... Так, надо посмотреть. Это не холодного отжима масла, поэтому быстрее всего оно пойдет у меня в мои каши. Вот, тоже неплохо, правда, дальше. Дальше. Что я купила? Я купила молотый себе имбирь. Опля. Так, молотый имбирь. Подожди, давайте я чуть-чуть пониже это спущу. Вот так, мне неудобно. Так. Сколько... Ну, он тоже стоит меньше евро. 100%. Просто мне очень трудно найти его в этом чеке. Так, девочки, не буду тратить... Не буду тратить время. Я думаю, что он тоже стоит где-то 99 сантимов. Потом, вот это вот антипасти. Вот это, я не знаю, почему она называется антипасти. В талоне написано 1 евро 99 сантимов. Это такие вот грибочки, девочки. Посмотрите, шампиньончики с травками. Вкуснятина, обалденная. Муж у меня есть, конечно, такое не будет. А я съем с удовольствием. Я люблю такое. И вот иногда мне хочется просто оторваться. Дальше я купила... Вот там прям такая это стоит все вместе. Вот эти вот сушеные томаты. Вот эти итальянские. Девочки, я их покупаю и французские. Они тоже неплохие, но я вот предпочитаю, чтобы они были итальянские, потому что все-таки и это традиции Италии. Так, сколько они могут стоить? Подождите секунду. Ну, девочки, я не нахожу, сколько они стоят. Но, наверное, они стоят 2,99, потому что названия, ну, немножечко отличаются от этого. Вот дальше, посмотрите, вот я купила вот такую упаковочку. Это у нас разрыхлитель. Тут их сколько? 10 упаковочек стоит. Это 79 сантимов. И вот этот сахар ванильный, он стоит 33 сантима. Вот, прекрасно. Дальше, девочки, вот таких 3 банки огромных. Вот, в томатном соусе. Правда, я не видела, что в томатном соусе, я бы не брала. Это быстрее всего, девочки, аран. Это типа нашей скумбрии. Вот как на рисунке, посмотрите. Похоже на скумбрию. У меня отключен интернет здесь, поэтому я не могу посмотреть вам. Вот, в томатном соусе, послушайте, сделаю суп. Помните наш суп из томатного соуса? Вкусно было, правда? Дальше. Вот такие вот сардины. Эти в масле, в подсолнечном. Они, значит, одни стоят 75 сантимов, а вторые стоят 94 сантима. Вот какие-то из них. Вот это вот в масле оливковым, а это вот в масле из подсолнечника. Вот, которые в подсолнечнике стоят 94 сантима, а эти по 75. А вот эти вот уже, девочки, обжаренные, такие, типа наших шпротов, наверное, будут. Эти уже стоят по евро 99. Тоже я взяла две баночки. Вот набрала себе консервы вот этих, потому что, как бы, тунец я часто покупаю в Жан-казино. И, вы знаете, он такой у нас, можно даже на скидках немножко дешевле. Там вот нету скидок. Вот этот магазин, в котором мы были, у них вот таких промассионов сильно не бывает, как на больших. Так, 49 сантимов. Вот этот сок из лимона. Я вчера делала маску, и я увидела, что у меня его нет. Вот этого другой раз, когда лимончика нет, да, просто выезжу. Девочки, по евро 49 итальянские вот эти кремовые соусы. Причем один клубничный, а второй какой-то апельсиновый. Представляете? Вот, я никогда этих не видел, но евро 49 вообще обалдеть, дешевка. У нас они все по три с чем-то в Жан-казино. Если марка казино будет, то это может быть такой под, там, ну, за два с чем-то. Дальше вот такое, мне кажется, это вот, девочки, Амарена. Я не знаю, мне кажется, даже эта, которая кассира, она так посмотрела. Ну, там вишня в сиропе, посмотрите, в каком. Сколько будет, сколько стоит, я не знаю. Я когда увидела, я люблю так чаек в прикусочку. Я не найду, наверное, сколько это стоит, потому что... Ну, так, 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 ну, гляну, сейчас подождитесь. Так, девочки, значит, вот это стоит 2,99, а вот это, что я говорила, не могу найти вообще, евро 49 томаты. Хорошо, что я их взяла. Дешевые, они очень вкусные, я там уже брала. Я люблю в салаты добавлять, и я иногда добавляю в супчики, которые, ну, такие небольшие, которые я варю, такие супчики. Так, дальше, девочки, у нас пошли. Посмотрите, я там всегда покупаю турецкий горох. Это самый дешевый турецкий горох, который можно вообще найти на французском рынке, 79 сантимов. Он очень вкусный, я много раз вам показывала, как я делаю из них салаты. Просто сливаю жидкость, отбрасываю на дуршлаг, посыпаю прованскими травами. Перчик там, очень люблю с белым луком, ну, со сладким луком, во всяком случае, и просто оливковая масса сверху. Девочки, больше ничего не нужно, очень вкусно, может быть, чуть-чуть присолить. Прям вот обожаю. Так, дальше, черные оливки с косточкой. Так, так, как же найти? Они недорогие тоже, по-моему, они по 79 сантимов. Так, значит, оливки по 79, вот эти вот, которые целенькие, и евро, и 9 сантимов, вот такая баночка, это фаршированные аншуа. И еще, девочки, я взяла вот эти итальянские вот эти вот оливки, огромные, зеленые, и они стоят 2, так, и они стоят 2,99. Посмотрите, какая прелесть, они вкуснючие, просто вкуснючие, даже жалею, что не взяла вторую банку, я их редко вижу. Так, девочки, сейчас осталось мелочь, там всякие орешки туда-сюда, сейчас мне нужно просто переложить это все. Так, девочки, дальше осталось 2 килограмма сахара по 69 сантимов, это самый дешевый сахар, который я встречала вообще. Я покупаю по 98 сантимов, по-моему, в Жан-казино. Вот, ну там у нас и выбора нет, здесь вот он 69 копеек, вот это вот, это как ее, эти, малун, я не знаю, вот эти вот, да, воздушные, они стоят точно меньше евро, это уже детям все куплено. Дальше вот таких 2 черных шоколада, девочка, 52%, другого не было, но он тоже по 99 сантимов, это если вдруг не захочется сделать какой-нибудь там тортик из тыквы шоколадной или там из кабачков. Вот, дальше, вот такие вот орешки, орешки по 250 граммов, они называются у нас каковеты, даже меня не спрашивайте, как они называются по-русски, по-русски, 75 сантимов каждая. Дальше я купила детям ММД, и сама парочку съем, тоже я их люблю, они стоят около 2 евро, по-моему. Так, да, вот эти вот, вот эти вот 91 сантима стоят. Так, где тут это все для малых? Потом всякие, вот эти вот, которые, которые кусаются, вот эти, которые такие острые, стоят 90 тоже, 90 сантимов. Дальше вот эти вот крокодильчики, так, крокодильчики, только что вот я где-то их видела. Ага, 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 ну тоже все как-то около евро, девочки. Вот 79 сантимов, наверное. Дальше вот такие вот, это я купила на Нуаду Кожу, это вот эти, как они называются, вот эти орешки, девочки. Ну, не знаю, я их уже не знаю, как переводить. Не очень-то я их и ела при Советском Союзе. Вот, дальше я купила вот эти вот миндаль. Правда, я не посмотрела, он жареный. Ну, ничего, по несколько миндалинок в кашу утром. Я все собираюсь, девочки, сесть немножко на режим. А, ну вот, вот эти вот дорогие, эти 3,89. Здесь вот эти крамбери, это я уж не знаю, это что там такая, клюква сушеная или что, как она называется. А, нет, это, наверное, вишня сушеная, крамбери. И вот эти, опять же, Нуаду Кожу, это Марис купил на пересек, но он просто не видел, сколько они стоят. Ну, и вот они типа, смотрите, что-то они тут сантиметры нарисовали, ну, не знаю, не знаю. Так, дальше, вот это тоже для детей, но это тоже меньше евро стоят. Вот эти вот вермишели, спагетти. Вот эти Нуаду Пекан. Я себе тоже взяла парижку весь по утрам и последнее. Ну, и опять-таки каковы-то. Вот, так-то, девочки, вот смотрите, все я вам показала, я вам не показывала. Ага, сейчас. Так, девчонки, вот такие вот колбаски вот я купила себе. Марис такого невесты, это я себе, девочки, купила. Там девяносто девять сантимов. Дальше, вот такой вот я себе купила, как же она называется, грудинка, по-моему. Да, это вареная грудинка, она такая подкопченая. По-моему, стоит это два девяносто с чем-то. Дальше вот такой, смотрите, жамбон, ветчина сухая, нарезанная. Два с чем-то. Дальше вот такие колбаски нарезанные по евро 75. Вот они что одни, что вторые. Вот таких мы взяли, две таких и две таких. Это такая вот толстая, видите, с перчиком. Я люблю черным хлебом вот так вот погрызть. И вот такие вот две тоненькие, такие маленькие колбаски. Вот они по евро 75. И вот такой вот шерезой, это такая острая колбаска. Вот, но она такая, знаете, такая, такой пикантная, но не очень острая такая. Ну, вот пикантная именно, испанская. Тоже очень вкусная, я люблю. Морис не ест такого. Так, это вот как бы мы по упаковочке одной откроем на аперитив. Ну, когда будем делать у нас здесь посиделки. Ну, остальное, естественно, съедим сами. Вот такой рыбка, она уже, видите, уже и подмерзла, я это вытащила из морозильника. Вот 9,90 и вот такая вот рыбка, кулингия, 900 граммов, она порционная, 4,95. Ну, вот тоже уже подмерзла, вот таких вот два кусочка. Я не видела, сколько там грамм, ну, наверное, грамм 600. Это палендрица, свинина, 9,90. Ну, вот, девочки, 3,65. Вот такой Сана Албре сыр. Мы взяли вот такой Камамбер за 2,09 евро. Нормандские, вкусные вот эти. Вот, потом вот это вот Сан Нектар. Нектера. 2,69. Это недорого, 300 граммов вообще недорого до этого сыра. Он вообще, он дорогой сыр. Может быть, выдержка не очень большая. И вот такой 2,69, бри. Вот, тоже написано Оли Крю. То есть, Крю это как некопечёное молоко, типа. Вот и всё, девочки, все наши курсы. Посмотрите, 168,18. Поэтому такой Lidl стал тоже, вы знаете, не совсем дешёвый магазин. Поэтому, ну вот. Я знаю, что вы любите обзор продуктов, поэтому вот показать. Ну, а мне ещё, девочки, осталось это всё разложить по местам. Места вообще нет, конечно. И пойду я довариваю свой соус и варенье инжирное. Всё, надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо. Хочу увидеть в комментариях то, как бы, сколько стоят приблизительно такие продукты у вас. Считаете ли вы это дорого или не дорого? Вот, всех люблю, целую. Ваша провансалочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова